парни всем привет сегодня хотим записать такое небольшое видео о отжиге гильз сжечь мы сегодня будем отжигать значит гильзы 308 калибра отжигать будем вот такой индукционной машинки от новозеландского производителя а импи это уже вторая генерация вот этого производителя марк 2 вот собственно говоря машинка вот так выглядит органы управления три кнопки дисплей значит коротко об отличиях первой генерации от 2 на 2 генерации производитель сделал два вот таких вот входа под приток воздуха и установил два вентилятора для наилучшего охлаждения машинки то есть один вентилятор у нас стоит здесь с этой стороны один вентилятор стоит сзади также здесь у нас кнопка включения выключения и есть usb разъем для подключения машинки компьютеру чтобы обновлять программное обеспечение значит что нам понадобится для отжига есть вот такие пилоты они делаются также компанией а mp каждый пилот имеет свой номер и предназначен для разных калибров пилоты имеют разную высоту разные внутренний диаметр каждый пилот под конкретный калибр в данном случае нам нужен будет пилот под номером 11 это как раз для 308 калибра собственно говоря сверху машинки мы видим гнездо куда устанавливается пилот и куда потом мы опускаем нашу гильзу и она отжигается вкручиваем пилот он на резьбе нам понадобится вот такой держатель держатель работает по принципу сангового зажима него зажимаем обычные шелхолдер который используется при снаряжении боеприпаса шелхолдер естественно подбирается под тот калибр который мы будем отжигать вставляем шелхолдер зажимаем мы берем нашу гильзу и опускаем в машинку машинка отожгла достаем и сбрасываем в какую-то тару основное предназначение этого держателя это то есть опустили и достали гильза очень горячая после отжига поэтому без этого держателя нам никак не обойтись далее друзья смотрите еще одно существенное отличие машинки марк 2 2 генерации от 1 это наличие уже в этой машинке зашитого режима так называемого ацтек то есть данный режим от стек он путем отжига одной гильзы он ее сильно пережигает шейку прям сжигает мы это покажем сейчас отдельно таким образом мы получаем уникальный код для конкретной партии гильз по поводу остальных кодов значит на сайте а импишном вы найдете таблицы с калибрами с производителями гильз и с стандартными кодами для отжига если вы не нашли стандартный код для отжига то по значит своему калибру по толщине шейки гильзы то есть точеная шейка не точеная вы также там сможете подобрать код без проблем там хорошие большие такие объемные таблицы вы всю информацию там найдете значит что мы сейчас сделаем мы включим нашу машинку отожжем одну гильзу в режиме от стек и далее с этим кодом отожжем все оставшиеся гильзы у нас порядка 70 штук посмотрим сколько на это уходит времени и что у нас получится ну и по ходу всего этого дела мы поговорим для чего мы это делаем и какие вообще варианты существует по отжигу кроме вот такой индукционной машинки погнали итак я переставил камеру поближе чтобы вам было видно все что происходит на мониторе мы сейчас очень подробно попробуем пробежаться по управлению всеми режимами отжига давайте для начала включим нашу машинку после включения сразу начинают работать вентиляторы для охлаждения у нас подсвечиваются кнопки плюс минус также после включения машинка переходит в режим от стек чтобы переключиться между режимами мы нажимаем кнопочки или плюс или минус смотрите как это происходит вот у нас машинка перешла в режим а имп мэйт этот режим нам не нужен я сейчас двух словах расскажу для чего он компания а имп сделала специальный механизм автоподачи гильз он устанавливается сверху на машину и таким образом автоматизируется весь процесс то есть мы не руками достаем гильзу а это делает специальный автомат он нам этот режим не нужен переключаемся дальше вот у нас режим стандарт давайте пока коротко остановимся на режиме стандарт допустим мы хотим работать в режиме стандарт со стандартными кодами отжига которые мы взяли на сайте а импи в режиме стандарт мы нажимаем кнопку старт значит вот у нас машина перешла в режим стандарт и мы видим последний код который использовался в этом режиме машинка его запоминает допустим нам его нужно с вами изменить то есть меняем мы кнопками плюс минус к примеру мы мы с вами к примеру установили код мы его прочитали значит на сайте код 109 дальше что мы делаем мы нажимаем кнопку старт и у нас уже идет отжиг все отжиг прошел буквально 2-3 секунды программа запоминает этот код у нас появляется информация о том что одна гильза отожжена и вот эта звездочка означает что программа запомнила код предположим что мы ошиблись кодом или мы хотим от отжечь другую партию зажимаем кнопку плюс просто вот сейчас таком режиме ничего не работает все программа запомнила этот код 109 и плюс-минус не работает чтобы сбросить зажимаем кнопку плюс держим все она сбросила теперь мы опять можем менять коды вот со стандартной программа я надеюсь все понятно выход в предыдущее меню следующим образом происходит мы зажимаем кнопку минус и нажимаем кнопку старт мы вышли в предыдущее меню давайте теперь поговорим о нашем режиме от стек мы сейчас находимся в нем заходим в него вот значит у нас в режиме от стек появляется два под режима скажем так первое ран это жечь и еще один режим анализ это соответственно провести анализ получить наш уникальный код отжига ну допустим предположим мы зайдем с вами в режим ран нажимаем кнопку старт и он нам предлагает использовать последний код то есть тот код с которым мы работали крайний раз в режиме от стек или же выбрать новый код то здесь вот два варианта есть если к примеру мы используем последний код нажимаем старт все вот он показывает наш последний код в этом режиме в режиме от стек это 0 169 если мы сейчас нажмем кнопку старт то начнется отжиг гильзы мы выходим с вами из этого режима потому что мы хотим провести новый анализ гильзы точно также зажимаем минус и кнопочку старт вышли вот в это подменю переходим в анализ то есть минусом нажимаем старт далее машинка нам предлагает выбрать пилот пилот мы вы знаем что у нас на 308 гильзы пилот номер 11 вот здесь вот я думаю что видно будет а также ребят смотрите вы на сайте смотрите еще буквенный код потому что буквенный код на 308 калибре это буква б как мы это делаем нолик мы с вами пропускаем нажимаем кнопочку старт он перешел на вторую цифру ставим единичку переходим дальше ставим единичку переходим дальше и ставим букву б это значит 11 пилот б это 308 308 калибр к примеру 260 риммингтон будет тоже 11 пилот но буковка будет уже c или c или а я к сожалению сейчас не помню вот значит что мы делаем дальше пилот мы выбрали 11 б нажимаем старт все машинка у нас готова к анализу гильзы мы вкручиваем наш пилот берем нашу гильзу вот он наш держатель поближе я сейчас покажу как он выглядит здесь обычный шелхолдер вставляем гильзу опускаем и нажимаем кнопку старт сейчас происходит прожиг гильзы значит все машина закончила анализ гильзы вот сейчас очень важный момент обратите внимание мы получаем код вот он код 01 66 этот код нужно или записать или сфотографировать или если можете запомнить запоминайте это будет уникальный код конкретно для этой партии для этих гильз и эту партию гильз вы будете отжигать все время на этом коде сейчас давайте посмотрим что произошло с нашей гильзой достаем вот так выглядит наша гильза сейчас попробую фокус поймать машинка у нас вот так пережгла дульца пережгла шейку гильза естественно на выброс но уже немножко остыла ее возьму в руки вот как то так смотрите друзья что мы делаем дальше машина нам предлагает использовать этот код или прожечь еще раз допустим мы согласны мы будем использовать код 01 66 мы нажимаем дальше через старт все машинка готова к отжигу сейчас вставляем гильзу опускаем кнопка старт готова одна гильза отожжена здесь это у нас указывается достаем нашу гильзу мы видим следы отжига вот этот поясок сбрасываем берем еще одну дальше кнопка старт буквально три секунды уходит на отжиг одной гильзы следующую я сейчас весь процесс не буду показывать мы сейчас все отожжем и потом включимся снова готова сколько гильз мы отожгли вы можете контролировать на дисплее и так парни вот смотрите мы находимся сейчас на сайте мэпи вот значит чтоб нам получить информацию по нашим пилотам по кодам отжига ну допустим вот мы заходим вот в этот раздел заходим стандарт это стандартные программы спускаемся вниз вот здесь значит мы можем пролистать всех производителей да вот 308 вин наш допустим давайте посмотрим вот лапова пальма это уже мы видим здесь лоты которые внесены сюда в эту таблицу к примеру возьмем 76 номер да это будет код отжига 76 при толщине стенки дульца 0,015 тысячных дюймов это стандартная толщина для гильзы лапова пальма дальше мы видим следующий код 72 это если мы точим в одну тысячную вот здесь написано 0,001 одна тысячная дюйма дальше мы видим 69 соответственно мы точим в две тысячных и код 66 если мы точим в три тысячных дюйма вот таким образом получаем информацию о кодах но здесь я повторюсь здесь вот по лотам разбито все полу там эти лоты сюда заносил заносили разработчики мы через фильтр можем допустим выбрать калибр наш 308 вин выбираем и выбираем бренд который нам нужен здесь вот опять по лотам тоже разбито все практически производители присутствуют вот примеру я не знаю давайте рвс возьмем применяем вот мы видим 308 калибр 11 пилот бренд рвс у нас получается код отжига 90 и он нам показывает что толщина стенки дульца на гильзах рвс 0,013 дюйма и дальше при проточке коды меняются 86 83 и 80 вот таким образом можно подобрать под любого производителя под любой калибр и поискать даже свой лот если вы его знаете давайте зайдем в ацтек посмотрим в ацтеке тоже через фильтр сейчас выберем наш калибр тридцатый калибр и конкретно 308 вин вот он нам показывает что тридцатый калибр гильза 308 винчестер 11 011 б это код для пилота для отжига в режиме ацтек 308 гильзы 308 винчестер 11 011 б мы с вами его и вводили так что здесь достаточно все понятно я думаю при желании можно разобраться подобрать нужные пилоты и подобрать нужные коды для отжига ну в общем друзья отожгли мы гильзы они уже остыли вы видели сами что на отжиг уходит буквально три-две секунды на одну гильзу значит для чего мы это делаем сейчас отжиг гильз стал все более и более популярным значит каждый стрелок кто занимается релоудом понимает что гильзы со временем от цикла к циклу дубеют они теряют латунь теряет свою эластичность при фулл сайзе значит при опускании плечей при обжиме гильзы она отыгрывается назад соответственно гильза ходит меньше циклов быстрее могут появиться какие-то микротрещины и так далее вот значит процесс отжига нам дает такой результат что гильза как бы откатывается свое изначальное состояние да то есть латунь становится по-прежнему пластичная у гильзы значительно значительно увеличивается срок службы она ходит большее количество циклов ну собственно говоря здесь есть мнение что даже это влияет на качество стрельбы то есть на наши группы на скорость полета пули да и так далее ну вот сейчас я повторюсь все больше и больше стрелков пользуются этим вариантов по отжигу существует много кто-то делает самодельные машинки для отжига которые работают на газу с помощью каких-то там механизированных всяких штуковин для того чтобы гильза крутилась значит и равномерно обжигалась со всех сторон шейка и так далее и тому подобное также вот такого плана индукционные машинки делают всячески умельцы на ганзи можно встретить темки по продаже и по изготовлению на заказ таких машинок ну вот мы остановились вот на этом производители уже какое-то количество времени с первой генерации перешли на вторую генерацию и гильзы живут и 10 и 15 циклов значит есть много разных мнений как отжигать кто-то отжигает после каждого цикла кто-то через два кто-то через пять но это все сколько людей сколько стрелков столько и мнений существует в общем машинка хорошая программное обеспечение здесь обновляется на сайте производителя можно получить массу информации как я сказал по пилотам по калибрам по кодам и так далее я надеюсь что все было понятно у этой машинки ребят большое количество плюсов но есть один весомый минус это не и цена так что друзья всем спасибо за просмотр надеюсь это видео вам было полезно до новых встреч